Подготовка к весеннему паводку стала сегодня главной темой заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям в администрации региона. Основным условием благополучного пропуска таллахвод специалисты называют исправное состояние гидросооружений. В то же время сейчас на территории Волгоградской области как минимум 30 крупных дамп и плотин находятся в аварийном состоянии. Количество выпавших осадков, величина снежного покрова, толщина льда и уровень промерзания грунта. Именно от этих факторов в большей степени будет зависеть интенсивность половодия будущей весной. Пока прогнозы специалистов достаточно благоприятные. Весеннее половодие 2011 года на реках Волгоградской области ожидается в пределах нормы. Ориентировочные метеорологические прогнозы на феврале-март месяце, которые обещают температуру и осадки также в пределах нормы, не дают оснований ожидать значительных отклонений от привычных климатических характеристик нашего региона. Однако безаварийный пропуск большой воды – это не только благоприятные погодные условия. Если русла рек не будут очищены, а гидротехнические сооружения будут неисправны, даже небольшое количество талых вод может принести массу проблем. Между тем, последняя проверка дамб и плотин показала, как минимум три десятка из них неисправны, что может вызвать настоящее бедствие в целом ряде территорий. Прежде всего речь идет о Городищенском, Даниловском, Дубовском и Лавлинском, Котовском, Михайловском и Фроловском районах. Как подчеркнул вице-губернатор Геннадий Чуриков, в случае подтопления населенных пунктов ответственность за случившиеся ляжет на глав местных администраций. Я вас призываю не играть в волейбол, передавая мяч ответственности то на одну сторону, то на другую, а действительно сделать инвентаризацию, еще раз посмотреть. Вот, слава богу, и главное управление, и комитет в охране выявили эти гидротехнические сооружения, которые в плачевном состоянии или вообще непригодные. Вот такой работ надо проводить и совместными усилиями приводить их в порядок. Эту работу, по словам Геннадия Чурикова, необходимо закончить до того момента, как на реках области начнется ледоход. Как правило, паводок в регионе приходится на вторую половину марта и стартует с северных районов.